сегодня в тренде актуально этот стиль натуральный поэтому если будете выбирать платье я бы посоветовала в первую очередь остановить свой выбор на каких-то натуральных тканях лен да какой-то хлопок если говорить о силуэтах то это у нас не облегание века облегания и гиперсексуальности прошел то это полуприлегающий крой или свободный полуприлегающий это не значит что не будет видно вашей фигурой но это значит что он не будет облегать вас полностью то есть мы не показываем сексуальность как я говорю что мы намекаем но полностью не показываем это основное направление если еще говорить о стилистике то это винтажные платья в цветочный принт в горошек если мы посмотрим фотографии допустим наших мам 80-х годов то это вот что-то наверное схожее длина самая актуальная это миди либо наоборот если мы любим короткое это мини в стиле 90-х но тогда мы не выбираем какие-то вырезы декольте это должно быть закрытый верх и менее силуэт у нас также будет прямой не облегающий мода она конечно цикличная и у нас допустим сейчас до вернулись это 80 и 90 но здесь не значит что нужно прямо доставать все свои старые вещи с 90-х надевать и в них ходить возвращается сам мотив какой-то крой да там спущена линия рукава варенки какие-то вещи да можно сказать ой у меня мама ходила в каких в таких же да но какие-то вещи это все-таки по мотивам они один в один костюмы сейчас это очень актуальная вещь и это очень универсальная вещь я бы лето посоветовала каждой девушке приобрести костюм при этом пиджак выбирайте тоже одни короткий в облипку это какой-то прямой удлиненный силуэт или там если по бедро он может быть как однобортный так и двубортные брюки могут быть чиносы могут быть чуть зауженные к низу для длина самой оптимальной 7 восьмых но при этом актуальные широкие свободные брюки кило то здесь уже нужно смотреть от ваших индивидуальных особенностей фигуры костюм он дробится на две вещи это пиджак и брюки поэтому когда вы приобретаете костюм вы приобретаете множество луков для своего гардероба вы можете носить их вместе вы можете брюки носить с разными блузами без жакета жакет накидывать на платье сочетать с какими-то юбками то есть это очень многофункциональная вещь если у вас в гардеробе нет никаких костюмов то советую не покупать каких-то очень кричащих цветов или принтов лучше остановиться как раз на нейтральных оттенках какой-то как раз я говорила бежевый натуральный цвета может быть светло-голубой какой-то светло-розовый подойдет на лето хорошо те цвета и которые будут сочетаться с вашими вещами вашем гардеробе по максимуму есть еще такой вариант что гардероб забиты какими-то деловыми классическими модными современными пиджаками а девушка ушла в декрет она открывает свой шкаф смотрит что вещи модные носить нечего почему потому что эти вещи на данный момент не подходят здесь я советую не выбрасывать все лучше эти вещи допустим рассортировать если хорошие убрать какие-то коробки пакеты убрать и когда вы вернетесь на работу вы достанете посмотрите свежим взглядом оцените на актуальность не актуальность и уже тогда можно разобрать если есть такая возможность шорты которые сейчас также в тренде это не спортивные шорты не шорты для отдыха короткие это именно классические деловые шорты шорты для города они обязательно с высокой посадкой свободного силуэта и длина у них она закрывает у нас и попу условная бедра на где-то сантиметров 15 выше от колена то есть это что-то среднее между бермудами и шортами либо как раз мы можем остановить свой выбор на бермудах которые также актуальны как мы знаем актуальность велосипедки но это тренд очень такой агрессивные он подходит конечно не всем не каждому и не каждому нравится а бермуды это как раз уже из классики то есть это прямые удлиненные шорты которые также будут хорошо смотреться с жакетами зачастую вещи висят вам кажется что их не с чем носить на самом деле здесь нужна помощь профессионала который вам поможет составить какие-то луки с вещами даже вашими не новыми если хотите сделать самостоятельно разбор гардероба то здесь нужно очень много времени свободного главное его найдите вы просто допустим есть вас кофточка которую вы не носите вы его достаете кладете надевайте на себя и поочередно подбираете перебирайте все низы вы сами увидите сколько новых комплектов у вас сложится которые вы когда вещи висеть шкафу даже не понимали что она сочетается здесь главное найти время и лучше чтобы это был день и быть в хорошем настроении потому что если вы будете в плохом настроении вам вещи нравятся не будут никакие обувь здесь два критерия если вы любите удобство то вам супер повезло потому что у нас по-прежнему остаются актуальны кроссовки мы можем выбрать те же аглишу с которые были очень актуальны прошлым летом они перешли в это единственное что поменялось если была такая нарочито очень выпуклая большая подошва то сейчас можно или выбрать такие же либо чтобы подошва была на платформе но уже менее там выходила за предел корсовок сзади либо мы можем остановиться на кедах белых это классика это база она подходит практически ко всему если вы ищете универсальную обувь то вот как раз белые кеды летом они подойдут как под платье так под шорты брюки все что угодно в принципе если у вас на работе нет какого-то дресс-кода жесткого то кеды белые тоже могут подойти поскольку допустим джинсы какой-то жакет свободный в клетку белые кеды и вы модные вы в тренде в принципе в разумках такого бизнес кяжел остаетесь сандалии также модно этой биркенштоке это сандалии вот как их называют уже папины сандалии как мы раньше ходили в поход на липучках вот что-то похожее обратите внимание это тоже тренд причем носим конечно не со спортивными штанами у нас идет игра контрастов если вы деваете какое-то легкое платье то как раз такие грубые сандалии они хорошо впишутся ваш образ если говорить о каблуках то самая трендовая обувь это босоножки с множеством тоненьких ремешков и с квадратным мысом это вот как раз у нас идет отсыл к 90 ремешки могут быть там их допустим два как два ремешка босоножки называются вокруг пальчиков и вокруг щиколотки либо множество переплетенных вокруг ножки если вы не любите квадратный мыс вы можете конечно выбрать и округлые и заостренные здесь принципе все актуально просто если мега тренд хотите то выбирайте как раз квадратным мысом также можно обратить внимание на босоножки с фактурными какими-то интересными каблуками это уже когда обувь ближе карт объекту при этом не обязательно что-то неудобная обувь померьте много из них удобно то есть допустим какие-то мюли на круглом каблуке виде шара виде квадрата виде какого-то треугольника сейчас всего это множество можно примерять еще модели одну которую хотела бы отметить это туфельки которые закрыты мысом и с ремешком сзади когда открыто тоже только пяточка это тоже хороший вариант для офиса как раз когда мы не можем позволить себе пойти с голыми пальчиками нужно закрывать их но при этом это все-таки босоножки они грубые теплые туфли если одежда да какие-то вещи действительно очень близко перекликаются с тем что было ранее то обувь зачастую все-таки трансформируется и мы не можем надеть ботинки которые носили в прошлом и хотеть сейчас потому что да они может быть будут похожи но что-то уже изменилось допустим там форма каблука не такая или форма носа вот почему я обращаю внимание на обувь потому что это очень важно любой образ можно как вытянуть актуальную обувь обувью так его и убить неактуальной добавить себе даже возраста зачастую если ваша обувь будет обувью из прошлого и не модной обуви несмотря на то что у нас цветом этого сезона был провозглашен коралловый что если мы зайдем магазин и мы увидим что коралловый не прижился это действительно актуальный цвет если вы выберете коралловые вещи вы будете в тренде но массово завоевала любовь всех фэшн иконы и обычных людей это натуральные цвета это в первую очередь все оттенки бежевого горчичный коричневый и конечно белый цвет особенно красиво смотрятся то-то луки когда вы едете в один оттенок или в один цвет они это все цвета выглядят очень дорого красиво хорошо недешево и подходят как и для отдыха так и для городских прогулок так и для офиса в принципе этим можно объяснить любовь тех любовь к этому цвету у каких-то фэшн икон обычных людей так далее то есть я если вы выбираете вещи на лето то выбирайте именно натуральные оттенки а единственное не забывайте чтобы оттенок подходил именно вам если вы понимаете что с вашим гардеробом что-то не так что вам не нравится чтобы они подходят садим нужно уделить время вы садитесь и рисуете по долям сколько какой какая часть вашей жизни у вас занимает какой процент если допустим вас офис занимает 70 процентов жизни и какой-то там тусовка с друзьями 15 и и гардероб должен быть подобран так что 70 процентов гардероба у вас должно миксоваться для офиса и 15 процентов для тусовки с друзьями и вот в эти 15 процентов вы как раз можете внедрить какие-то креативные творческие вещи которые были бы недопустимы в офисе если вы наполнить вам хочется там какого-то креатива то и вы наполните свой гардероб какими-то там экстравагантным вещами которые в большинстве своей жизни вам не пригодятся то это просто будет занимать место я бы выделила наверное принт горошек это именно полка дот мелкий горох он очень моден очень в тренде это анималистичный принт и если в прошлом сезоне змея была такая яркая активная то в этом году более приглушенный вариант то есть какой-то намек это могут быть и юбки это могут быть в аксессуарах змея и так далее полоска это универсальный принт на лето цветочный принт также у нас актуален зачастую допустим гардероб наполнен актуальными красивыми вещами но девушка не носит ей кажется что нечего носить причин может быть много допустим у нее поменялся образ жизни как вариант она была не замужем носил эти вещи была модной красавица вышла замуж ее статус в обществе поменялся соответственно пропала удовлетворенность гардероба и хочется сменить его здесь тогда мы разбираем смотрим какие вещи уже допустим не подходят к ее к новому статусу оставляем те которые подходят и пытаемся обыграть уже какими-то новыми вещами составляемые новые луки можно обратить внимание на какой-то поп-арт это какой-то картины до каких-то художников том же орхола допустим это все будет модно также можно обратить внимание на космические принты это какие-то звезды и так далее и на морские принты ракушки пальмы вот все что связано с растительностью листья какие-то возможно пальмовые нарисованы это все будет актуально и еще один вариант если вы любите какие-то интересные картинки можно посмотреть вещи которые вот шевлены живописными полотнами допустим интересная интерпретация портрета муны лизы что-то такое это может быть и классический портрет на футболке а может быть ее какая-то интересная да там мультяшку допустим она нарисована так далее это все будет актуально и главное чтобы этот подходило к вашему стилю, к вашему миру ощущения. Если это тренд, но вам он не нравится, ни в коем случае не нужно его покупать и стараться насильно носить и мучить себя этим. Выбирайте только то, что вам нравится. Определенный стиль в моде и называется он нормкор. Это когда свой комфорт представишь выше, чем какую-то красоту и моду. Поэтому здесь ничего такого нет, но это интересно смотреть, интересно разглядывать. А зачастую в таких луках можно найти очень интересные какие-то приемчики, сочетание цветов, сочетание вещей. Если вдруг вы хотите так одеваться, и ваш образ жизни позволяет вам так одеваться, то здесь главное, чтобы вам в этом было как раз комфортно, потому что в этом и фишка. Если человек зачастую красивый, себя можно ощущать и в простых кедах, джинсах и кроссовках, ощущать себя дорого. А в какой-то люксовых вещах, каких-то правильных вещах, правильно подобранных, чувствовать себя некомфортно. Вот в этом фишка как раз нормкора, что вам должно быть комфортно, классно, и самое главное, вам должно быть все равно на то, что у вас подумают окружающие. Если это ваш образ жизни, то вы можете посмотреть вариант лука в таком стиле и носить. Почему нет? Единственное, что я думаю, что все же этот стиль, он прижился в Западе, прижился в Европе, но нам немножко далеко. У нас еще будет большинство людей смотреть на вас косо, если вы будете так одеты. Если вам все равно, то почему нет? Конечно, не все, что носят на улице, это тренд. Более того, скажу, что не все, что продается в магазинах, это тренды. И третий важный нюанс, не обязательно, вот если в этом сезоне тренды, и вам они не по душе, визуально не нравятся, это вовсе не обязательно их покупать. Главное, чтобы все вещи в вашем гардеробе были актуальны, актуальный фасон, чтобы они не были с прошлого, чтобы они не добавляли вам возраста, не делали вас человеком в целом не модным, не актуальным, чтобы люди окружающие вас воспринимали вас правильно. Вещи должны быть актуальны, но вовсе не обязательно все они должны быть трендовые. Вы можете одеваться в спокойном стиле, главное, чтобы кровищей был актуален и подходил вашему типу фигур. Сейчас все меняется, если мы посмотрим какие-то выходы знаменитости в свет, то мы легко можем увидеть там Кейт Миддлтон в платье из H&M, поэтому как раз сейчас нет ничего такого одеваться в масс-маркете, тем более, что большинство масс-маркетов следят за трендами, и вещи там вполне актуальны. Не все, конечно, но это как и в любом магазине. Так же, как и в дорогом магазине, в дорогом бренде, не всегда все вещи актуальны и трендовые. То есть в этом просто нужно разобираться, и нет ничего такого, если вы будете одеваться в каких-то магазинах попроще. На чем я бы посоветовала не экономить, так это на сумках, потому что зачастую дешевые сумки видны, видны их качества. Это не значит, что нужно покупать за какие-то баснословные деньги, но и не стоит экономить на качестве именно. То есть можно найти за недорогую цену качественную хорошую сумку, так же, как и за эту же цену какой-то некачественный экземпляр. Нужно каждого человека рассматривать индивидуально, смотреть, какой образ жизни преобладает, его желания, его потребности, эти потребности и желания внедрять уже в то, что мы имеем на самом деле. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...